всем привет друзья всем салам алейкум здравствуйте если ночевал прямо в таджикском ресторане и вот воспользовавшись случаем решил взять интервью у повара и сделать репортаж с кухни как готовится таджикская кухня внимание вот здесь что-то похожее на наши родные шкварки так то есть это на самом деле кусочки жира но только не свиного а бараньего бараньего сала жира да вот вот эти кусочки вот эти да отлично зажариваются в масле еще и даже с луком получается очень вкусно цвет придает цвет а я понял отлично это куски мяса для чего для плова да вот это для на шкварке вот это на плов вот это да так идем смотреть плов видео смотреть плов здесь у нас лук на плов на плов если нас мясо на плов на морковь очень крупная очень крупная два килограмма морковки так здесь у нас что это что это мясо это мясо жарит на каком масле баранье масло или марбараньи жир бараньи жир так вот смотрите мы сейчас наблюдали как засыпают морковку прямо в мясо баранину когда что будет готово мясо 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 да мясо уже будет готов я добавил морковку вы добавите морковку да мясо почти готово да отлично это вот уже готов а отлично и сюда помогать будешь расскажешь так возвращаемся обратно к первому казану здесь она жарится мясо опять баранина до баранина жарится какое масло или это бараний жир вот жир который образовался в результате вот этого сала бараньего так на нем жарится баранина мясо вместе с луком так отлично идем дальше смотреть это опять лук это сырое мясо баранина да так здесь морковка здесь морковка уже с мясом да отлично так братан расскажи что у нас здесь здесь у нас я так подозреваю плов она помешает покажу что тут происходит а то я сам буду мешать значит если нас плов уже я вижу здесь блин пар ничего не видно я вижу здесь морковку мясо и все риса я не вижу в общем здесь есть мясо и морковь и вода да что здесь и масло какое масло масло ну смысле вот этот жир да брат иди сюда расскажи что тут происходит так внимание друзья вот это слева мясо справа сало баранина так это тоже все идет на плов да это все тоже идет на плов баранина мясо баранина сало так так здесь у нас варится сейчас мясо морковь и баранье сало да то есть жир 40 минут час вот тут оно должно варится да так отлично после того будет забрасываться рис как долго варится рис рис пол часа пол часа до будет вариться париться париться так чем там заливают воду воду а там еще один плов будет а все казаны с полом будут вот смотрите здесь очень много 20 килограмм можете одновременно готовить до о здесь настоящий завод по производству плова оказывается до пловная фабрика добро пожаловать таджикистан друзья мы нашли завод по производству плова горя 20 килограмм одновременно могут делать правда так и здесь еще лук давай засыпай мы сейчас будем смотреть а красота а хорошо так сколько жарится лук как долго братан иди сюда мы ничего не понимаем не долго пару минут вот тогда 5 минут обжаривается лук да потом будет закидываться мясо правильно отлично так вот это мясо да вот это мясо так а дай масло подснимаем какое масло у вас сергиевская подсолнечная самарская область россия россияне торжествуйте таджики готовят на русском масле ура еще и самарской области вот такие дела так хорошо если нас начался готовится плов есть уже почти заканчивается да уже за середину послал а сколько времени будет вариться здесь брат вот это сколько будет вариться 40 минут час до того момента как ты закинул мясо да я понял потом будет закидываться рис а ты будешь перемешивать до перемешать засыпал и перемешал да так если нас подмастерия готовит сейчас чеснок чеснок тоже да сверху а выставляете сверху так хорошо лимон лимон тоже сверху сверху потом в конце после риса после риса в конце до целый лимон целый лимон вот прямо вот так целый нет не разрезаете даже отлично это а чеснок в воду прямо сейчас лимон сверху риса в конце а вот так чеснок внимание друзья вот мы посмотрели на процесс внедрения чеснока плов так вот так он будет вариться да потрясающе друзья мои секреты таджикской кухни раскрыты ура изучаем изучаем технологии таджикской кухни так но это таджикский плов или узбекский мы сегодня готовим таджикский узбеки также готовят или нет это что что это сушеное мясо сушеное мясо колбаска дайте мне одну так это а зачем вы туда кинули до тоже составляющая до мясо здесь какое в эти колбасках говядина то есть там был куски баранины и еще немножко колбасок из говядины а как она называется эта колбаска козы козы такая же это конина или это любое мясо в кишке любое мясо в кишке да без разницы да все я понял то что у казахов это было казы конина они его в кишку засовывали этого коня безжалостно понятно так здесь у нас готовится огонь да вот отлично так здесь у нас эпицентр возгорания и самое жаркое место так такое же жаркое и горячее как теплое гостеприимное таджикское сердце да отлично народ из добрый горячий очень любит готовить плов так идем смотреть что там в первом казане так здесь у нас только что была закинута морковка крупная вот посреди огромным сантиметров 10 такие бревна я бы сказал перемешиваются с мясом мясо баранина даже вижу ребра есть на кости немножко есть на кости да отлично как долго будет готовиться вот это мясо я тоже вот готов еще он будет вариться еще вариться будет конечно в течение 40 минут или час до вариться после этого еще париться потом будет а париться это как рис рис с рисом с рисом да а я понял то есть вы засыпаете рис закрывайте крышкой да вещь я уже даже знаю они да перемешиваете засыпаете крышкой так а потом будет вариться это же на огне будет да она не сгорит там нет еще расскажите какой это вид морковки местная местная да а какая часть барана какая часть барана часть туши мясо как с какой части барана или без разницы без разницы ножки могут быть да конечно брюхо да я понял так наш юный друг уже поджарил лук еще будет закидывать мясо да давай будем наблюдать за этим процессом лук готов чё ну так слабо учетом огня нет огня нету да огня нет давай закидывать мясо мы хотим посмотреть куда ты воду поднес ты хочешь воду залить сюда да давай заливаем мы посмотрим давай давай заливаем сейчас рано да ладно я хочу посмотреть во внимание внимание друзья вот так вот закидывается мясо зачем он его трусит зачем он его трусит объясни мне просто тогда секреты мастерства а как вкусно пахнет друзья мои а слюнки текут а родиной пахнет цебуля смажется запах жареного лука мне напоминает про родину наконец-то мы изучили всю технологию приготовления плова раскрыли все таджикские секреты отлично у тебя он лук кусками возьми его разу равномерно размешать кусками лук воду равномерно равномерно вот это размешать да 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 размешай размешай я вижу 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 вова отлично так молодец что тут у нас еще это от кусок сырой добыл соль сколько соли одна ложка две ложки сколько нас здесь было килограмм на килограмм одна ложка соли до на мясо на мясо здесь было значит где-то два два три килограмма до два килограмма да и на морковь еще одна ложка на килограмм на килограмм морковки одна ложка соли отлично на мясо 1 ложка и на кера морковки тоже одна ложка отлично все мы теперь узнали пропорции друзья мои можно готовить дома самостоятельно бегите в магазин покупайте казаны разводить огонь будем готовить теперь по таджикским секретом у нас есть лимон лимон таджикский родной местный да отлично из теплицы да ну сегодня у нас первый день зимы поэтому сегодня как бы лимоны не растут сегодня да сегодня первый день зимы кстати поздравляем вас с этим замечательным праздником куда ты воду понес внимание что будет заливаться вода давай а зачем воду заливаешь варится да а можно закрывать крышкой да вот так вот не будешь закрывать а там сколько она будет вариться 40 минут час да все лишь я уже запомнил так здесь очень аппетитно уже получилось очень аппетитно как хорошо жарится так когда будем рис засыпать брат на время а вы смотрите по времени учетом покажи заказы заказы у нас есть ложь ложь это плов или килограмма 4 килограмма на 4 часа дня нам надо приготовить 2 килограмма так а эту а это 5 на пол что да все такое 4 на 4 4 человека 4 килограмма 4 килограмма мяса 4 килограмма маку а я понял 2 килограмма 2 килограмма морковка вообще не экономите да и так понял не экономите вам ее не жалко да отлично куда будешь засыпать давай давай засыпать вместе а время есть еще да так мы пока попробуем морковку и так друзья 10 лет готовят года нет года нет он 10 лет уже готовит о 12 лет увидите люди готовят 12 лет так одну пригласишься друзья мы приглашаем всех таджикистан всем приятного аппетита сегодня мы знаем уже наконец-то сегодняшнего дня мы уже знаем как готовится плов через некоторое время будет засыпаться рис вот туда в тот казан и скоро мы будем есть плов настоящий таджикский вот друзья не забудьте подписаться на этот канал поставить лайк откомментировать хорошими словами нажать на колокольчик и поделиться этим роликом с друзьями если вы любите готовить если вы любите изучать культуру и традиции стран и народов мира так у нас там еще один плов намечается поэтому понесли угли да отлично если вы хотите знать все о наших странах о народах нашей планеты а также об их традициях не забудьте подписаться на этот канал и будем путешествовать изучать все это вместе меня зовут олег я профессиональный путешественник который странствует вокруг света уже пятый год практически без затрат на и был уже 56 странах за всю жизнь и в этом путешествие 42 страны вообще без остановки всем горячий привет из таджикистана привет родные всем приятного аппетита спасибо за просмотр увидимся на краю света братан приглашай всех таджикистан отлично вот такой горячий таджикистан привет спасибо увидимся на краю нашей планеты да